Продолжение следует... 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 Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу... В которой вы можете заказать сертификат за сегодняшний вебинар... Через несколько минут после окончания вебинара вам будет доступна эта опция. А вообще по этой ссылке вы можете получить сертификат по любому из вебинаров, которые вы посетили. Как всегда, я хочу сделать анонс трех предстоящих вебинаров. Завтра у нас вебинар Татьяны Телегиной. Напоминаю, что у нас вебинары проходят каждый рабочий день. Завтра в 12 часов по московскому времени вебинар «Скопус. Полезности для публикации». Татьяна Телегина, наш постоянный ведущий, проведет этот вебинар. В понедельник, 1 октября, я проведу вебинар, который называется «Артпортал. Образовательный ресурс для школьников и студентов». И 2 числа тоже будет вебинар от моей коллеги из компании Директ Медиа Асия Бурнашева. Проведет вебинар «Ресурсный центр и иностранные языки. ВБС. Университетская библиотека. Онлайн». Вот такой у нас анонс на ближайшее время. Прямо с этих ссылок можно зарегистрироваться на вебинары. Ну, а теперь давайте начнем наш вебинар. Прежде всего, пару слов по поводу нашего издательства. Издательство Директ Медиа, оно возникло уже относительно давно. С 2002 года мы занимались различными вопросами. и как обычное издательство бумажное, и как, прежде всего, электронное издательство, которое подготовило огромное количество различных дисков, когда еще они выпускались, CD-ромов, DVD-ромов, по разным направлениям искусства, литературы, учебной деятельности и так далее. Среди наших авторов ученые, преподаватели крупных вузов, ведущие специалисты в отраслях и так далее. На сегодняшний день в прайсе издательства более полутора тысяч учебников, монографии, я думаю, уже больше. Уже к двум тысячам, наверное, подбирается. Научно-популярная, классическая литература, мультимедийные издания и так далее. Уже примерно семь лет, если не изменяет память, наше издательство... Нет, наверное, больше. Чуть больше, почти десять. Наше издательство занимается также... Ну, собственно, мы, являясь издательством, являемся и компанией, которая занимается другой деятельностью, в частности, агрегированием контента. И наши продукты – это электронные библиотеки на разные платформы электронных библиотек. Самая главная и самая большая из них – это университетская библиотека онлайн, которая распространяется в основном в вузах, публичных библиотеках и так далее. Но при этом издательскую деятельность мы не забываем, и она у нас продолжается все это время существования нашей компании. Мы, вот этим вот вебинаром, я хотел бы предложить сотрудничество нашим авторам, точнее, пока не нашим авторам, а преподавателям, всем тем, кто хочет издавать свои учебные и научные издания в электронном виде. Почему я, прежде всего, говорю о преподавателях? Потому что преподаватели – это одни из наших основных конечных клиентов, скажем так. То есть, если университетская библиотека онлайн устанавливается в вузе, то это означает, что преподаватели являются нашим… Ну, вместе со студентами является нашим основным контингентом потребителей. Вот, поэтому разумно им же и предложить становиться авторами. Так вот, мы предлагаем такого рода авторам сотрудничество в области издания электронных книг, в основном электронных, печатных тоже, но в основном, конечно, электронных, которые тут же появятся в наших библиотеках, прежде всего, в университетской библиотеке онлайн. Популярность электронной книги набирает обороты. Ну, вы, наверное, сами это можете отследить. Человека с читалкой электронных книг можно сейчас встретить где угодно. В транспорте, на работе, дома, на диване, везде, где раньше люди сидели с книгами и с газетами, теперь они сидят с читалками, либо используют свои мобильные телефоны для чтения книг. Ну, вот что далеко ходить. Ваш покорный слуга читает большое количество книг именно со своего телефона, даже не с отдельной читалки, просто загружая их в специальное приложение для чтения. И таким образом большое количество книг можно прочесть, все их носить с собой, очень удобно, в общем. Ну, что я буду говорить, вы сами все знаете. Ну, вот, только один нюанс. Если лет 10 еще назад в метро можно было встретить людей с большим количеством газет, книг и так далее, то сейчас таких людей можно пересчитать по пальцам, все сидят со своими гаджетами и что-то в них читают. Не всегда, правда, книги, но бывает, что и книги. Вот, так что про популярность электронных книг больше, наверное, вам говорить не буду, и так все понятно. Кто наши авторы? У нас очень много авторов, но вот некоторые из тех авторов, на которые хотелось бы обратить внимание, такие топовые авторы. Леонид Григорьев, российский экономист, руководитель Департамента мировой экономики, вышки. Виталий Третьяков, российский журналист. Профессор Сергей Николаевич Братановский, заведующий кафедрой МСИ и так далее. Многие другие интересные люди с нами сотрудничают. Я бы еще добавил, правда, у нас не все книги его есть. Сергей Нефедов, историк, автор очень популярных исторических книг, популярных и, главное, очень глубоких исторических книг, которые в последнее время вышли. Ну и так далее. Что такое электронная книга? Ну, если по-простому сказать, это текст в цифровом формате. Главным достоинством электронной книги является, ну так, если в кавычках говорить, нулевая стоимость копии. То есть, неважно, каким образом сверстана эта книга, самое главное ее свойство в том, что вы прилагаете усилия один раз для создания этого электронного контента в должном формате и в должном качестве. И после этого каждая следующая копия чисто технологически почти не стоит денег. Ну, что говорить. Современные средства хранения – это несколько терабайт, сервера десятки терабайт, скорости каналов, сами знаете, какие. И для того, чтобы скачать одну книжку, проходит несколько секунд. Так что, с технологической точки зрения, почти ничего не стоит воспроизводства нового экземпляра. Это, конечно, порождает некоторые проблемы с точки зрения права, но зато с точки зрения удобства это небывалое... Ну, сейчас-то это уже более-менее всем понятно, а когда впервые это появилось, это было небывалое свойство, которое раньше никогда книгам не было... у книг не присутствовало. Что мы имеем, когда покупаем книгу в магазине бумажную? Вот подумайте просто над этим вопросом. Мы хотим почитать этот текст, а вместо этого нам предлагают нечто большее. Нам предлагают вместе с текстом приобрести предмет, причем предмет не в пользование, а во владении. А владение это, с точки зрения права, такое наивысшее право, оно порождает, в частности, обязанности некоторые. Нам надо это где-то хранить, нам надо принести это на свою территорию, выделить место, которого у нас и так уже в квартире нет. Что-то потом с этим делом делать, каждый раз думать, следить о том, чтобы эти книги хранились надлежащим образом и так далее, и так далее. То есть, вместе с полезной функцией, а именно вместе с функцией пользования этим текстом, мы приобретаем дополнительно большие неприятности на свою голову. Конечно, да, иногда приятно так вечерком взять книжку, открыть ее, полистать, пощупать, понюхать бумагу и так далее. Но это уже очень-очень дополнительные к первоначальным свойствам книги. Совсем не всем они нужны. Поэтому, еще и поэтому, настолько популярна электронная книга, она не вызывает дополнительных расходов, а главное, дополнительных расходов вашего временного ресурса. То есть, вы прочли этот текст, вы его куда-то положили, он есть не просит, и ничего с ним особого не случится. Надо будет еще раз прочли. Но повторное чтение – это уже особый разговор. На самом деле, большинство книг читается, конечно, один раз. А тому человеку, которому надо эту книгу прочитать еще раз, он еще раз ее скачает с того места, где вы ее скачали. Ну, вот примерно такой расклад. Вот такое лирическое отступление по поводу электронной книги, почему она приобрела такую популярность. Электронная книга в нашем исполнении, как правило. Ну, про форматы я еще немножко поговорю. Это, как правило, формат PDF, вызванный необходимостью сохранять внешний вид книги таким, как он есть в бумажном виде. Требование это пошло в свое время от наших проверяющих органов, которые таким образом проставили требования к электронным библиотечным системам. Так вот, она является одновременно электронной и бумажной. Другими словами, ее внешний вид каждой страницы повторяет каждую страницу бумажного издания, существующего или того, который можно воспроизвести на бумаге. Вот, и поэтому, если пользоваться технологией print-on-demand, то достаточно легко эту книгу получить уже в нормальном бумажном виде. То количество экземпляров, которые нас интересуют. Вот тут еще преимущества бумажной книги перечислены. То, что это быстрота. На издание электронной книги уходит меньше времени. Нет затрат на доставку, нет затрат на тиражирование. Ну, вот как раз про это я говорил. Автор может продавать бесконечное количество копий, ничего, при этом дополнительно не тратя, кроме как на процесс самого издания. Широкий охват аудитории. Ну, если потенциально бесконечный тираж, то, конечно, и охват аудитории тоже широкий. Это, конечно, не означает, что вашу книгу миллиарды людей прочтут, да, или даже миллионы. Но это означает, что потенциально весь мир является читателем вашей книжки. Вы не ограничены никакими физическими параметрами книги. Ну и, наконец, то, что для нас тоже сейчас важно, это экологичность процесса при производстве книги. А тем более при производстве ее нового экземпляра древесины не расходуются. Собственно, практически никакие ресурсы дополнительные не расходуются. Очень малая их часть связана с тем небольшим местом, которое эта книга занимает на сервере. В каких форматах мы выпускаем электронные книги? Прежде всего, это формат PDF. Я о нем рассказал. Это формат, полностью воспроизводящий верстку бумажной книги. Как я уже сказал, связано это с тем требованием, которое в свое время было нормативно закреплено, чтобы бумажная книга и обычная книга ничем не отличались по виду страниц. Но также есть и дополнительное требование, наше собственное, связанное с тем, что учебные книги и научные книги часто являются книгами сложной верстки, в которых много таблиц, формулы, различные значки и так далее. И публиковать их в других форматах не всегда получается. Поэтому PDF, как формат, который наиболее соответствует бумажной верстке, наиболее продвинутый с точки зрения передачи изображения, он нас устраивает прежде всего. Но, однако, если книги в большей степени содержат текст, то есть к этому относятся книги художественные, книги по дисциплинам, не требующим сложной верстки, в основном это гуманитарные дисциплины, то, возможно, другие форматы, такие как EPUB, MOBI, FB2. Формат déjà vu сейчас нами не применяется, он применяется для некоторого количества книг, существующих неправных книг, примерно 100-летней давности, которые есть у нас в библиотеке. Он очень удобен, очень компактный формат, и для него есть большое количество хороших читалок. Его мы тоже частично используем. Что мы предлагаем? Какой пакет услуг автору предлагает издательство Direct Media? Процесс издания книги – это такой достаточно продвинутый технологический процесс, который содержит много операций. И тут, возможно, два варианта. Полный процесс, когда практически все делается нашим издательством, он осуществляется за счет автора или гранта, включает большой полноценный комплекс издательской работы. Тот процесс, который мы называем оптимальным, это когда книга выпускается в авторской редакции. В этом случае корректоры и редакторы только проглядывают текст с точки зрения наиболее грубых несоответствий издательскому процессу, а все остальное производит автор. В этом случае издание обходится автору значительно дешевле, и по этому пути идет у нас большинство авторов наших электронных изданий. Начать сотрудничество с издательством достаточно просто. Просто отправьте свой текст, который хотите опубликовать в электронном виде. Вот на эти два адреса, это наши редакторы, вот на один из этих адресов. Точнее, первый адрес – это наш общий адрес компании. С этого адреса все потом распределится туда, куда надо. Либо вот второй адрес – это адрес нашего редактора Юлия Барабанщикова, который непосредственно связан с нашими авторами и работает с ними. Ну, также можно в ЭБС загрузить через свой личный кабинет на сайте издательства и все равно потом дать знать по одному из этих адресов. Рукопись передается в текстовом формате, в ордовом, текстовом, РТФ. Ну, и отдельными файлами можно приложить различные иллюстрации в одном из распространенных форматов графических JPEG, PNG, GIF. Либо можно их прямо вставить в рукопись. Если у вас научные издания, необходимо предоставить научные рецензии. Теперь немножко по самому процессу. Процесс издания состоит из трех основных процессов – корректуры, редактуры или редактирования и верстки. Корректура – это такой черновой процесс доведения языка издания до нормативного, то есть вычищения от имеющихся недочетов, ошибок и так далее. Редактуры – это процесс более творческий такой. Здесь работа с языком идет уже на уровне стилистики. Ну, и проверяется качество текста, если это литературный редактор, ну, и иногда и обоснованность научных положений, если это научный редактор. Ну, и корректор еще оформляет текст и расставляет гиперссылки, сноски в соответствии с ГОСТом и так далее. Ответственность за корректуру и редактуру ложится либо на автора в оптимальном режиме, либо на издательство в полном режиме сотрудничества. Ну, вот слайд, о котором я всегда люблю много рассказывать. К достоинствам электронной книги можно также отнести ее цветное исполнение. Кроме того, вы совершенно не ограничены в количестве иллюстраций, которые вы можете представить вместе с вашей книгой. Ну, вот попробуйте прийти в любое издательство и сказать, я хочу издать свой учебник, но мне надо туда 500 цветных иллюстраций добавить. Вот когда они посчитают стоимость, либо скажут, что это в принципе невозможно, либо посчитают такую стоимость, которая окажется запредельной просто. Еще и надо посмотреть, какое качество они этих цветных иллюстраций обеспечат. В электронном издании ничего сложного нет. Сколько хотите электронных иллюстраций цветных, столько вам и будет. Цвет от черно-белого по цене не отличается абсолютно никак. По технологической цене я имею в виду. Поэтому это большое преимущество для тех изданий, которые требуют богатого иллюстрирования. Это, конечно, прежде всего издания по истории, по искусству, по истории литературы, например, по таким вот дисциплинам очень, конечно, большая помощь от электронного издания приходит. Я вот в свою бытность руководителем Центра дистанционных образовательных технологий в Университете Печати столкнулся. Это уже было давно, наверное, лет 18 назад, может быть, чуть меньше. С таким фактом просто расскажу его вам. Мы занимались тогда производством электронных учебных курсов. Ну, это были скорее электронные учебники в формате HTML. И как-то к нам пришел руководитель кафедры, профессор, такой еще не очень старенький, но уже в возрасте, который очень не хотел издавать электронные издания, но вот каким-то образом все-таки до нас дошел. И так между делом спросил, а сколько я могу себе... А он как раз создавал учебник по истории искусств. Ну, а сколько я могу себе позволить иллюстрации? Ну, я так пожал плечами и сказал, а сколько вам надо? Он говорит, ну вот, а 150 можно? Так вот с наездом. Никогда ему не разрешали это. Я говорю, да можете хоть 150, хоть 200, сколько надо. В конце концов, его издание вышло с... Если не изменяет память, в нем было 300 иллюстраций. Самых хороших, которые можно было найти на тот период. Вот. И с тех пор этот человек стал большим поклонником электронных изданий. Вот это в корне поменяло его отношение к электронным изданиям. Да, ну, может быть, этому слайду не стоило уделять столько времени, но у меня с ним просто связаны личные воспоминания. Обращаю ваше внимание, что вы, как авторы, можете использовать не только свои иллюстрации, но и какие-то иллюстрации из тех, которые существуют. Опять же, это часто касается исторической части, но почти в любой науке есть своя историческая часть. Это какие-то портреты, иллюстрации тех произведений, которые перешли в общественное достояние и так далее. И в этом смысле вы, конечно, должны быть немножко билд-редактором. Прошу прощения, немножко, немножко простыл. Вы знаете, это свойство быть немножко билд-редактором. На мой взгляд, если кто не знает, билд-редактор – это тот, кто подбирает и размещает в средстве массовой информации или графическую информацию какую-то, иллюстративную информацию. Это настолько важно, на мой взгляд, для современных авторов, что я даже решил в этом году провести соответствующий вебинар. Будет он, если не изменяет память, то ли в конце октября, то ли в начале декабря. Нет, по-моему, в конце октября. Который так и называется «Сам себе билд-редактор». Другим, ну, короче говоря, подбор иллюстрации, подбор иллюстративного материала – это очень большая часть нашего авторства. И это надо совершенствовать. Но самое простое, что вы можете сделать, это использовать поиск по Google по картинкам. Не просто Google, а Google по картинкам. И использовать разные его настройки для того, чтобы найти то, что вам надо. Самая первая настройка, она должна быть у вас в голове, и вы должны правильно подобрать то слово, то, что вы хотите найти. Не всегда прямая фраза, соответствующая тому, что вы ищете, дает результат. Иногда надо поизощряться, применить какие-то слова, какие-то другие слова, какие-то другие словосочетания, чтобы найти, наконец, ту картинку, которая вам нужна. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Когда вы ищете картинку, вам не обязательно искать точную иллюстрацию того, что вы хотите сказать. Очень часто вам надо, особенно если это иллюстрации какие-то для главы, объемлющие, для обложки и так далее. Это могут быть иллюстрации, которые передают настроение, то есть графические метафоры. И в этом случае как раз важно, очень важно, то, какое слово вы здесь зададите и как вы будете искать. Относительно настроек. Всегда хочется найти иллюстрации приемливого качества. Для этого есть настройки размера тех иллюстраций, которые вы ищете. И вот здесь показана методика. Сначала выбираете кнопку инструменты поиска, открывается нижняя строка, вот эта вот. В ней выбираете меню «Размер». Переходите в выпадающем меню на меню «Больше чем». И здесь выбираете тот размер, который вам необходим. Пытайтесь искать сначала хорошие картинки. Если не получается, тогда переходите к младшим размерам. Их используйте только в крайнем случае. Потому что одна плохая иллюстрация способна испортить впечатление от вашего издания. Иногда, может быть, если эта иллюстрация не уникальна, то лучше ее вообще выкинуть, если она плохая, нежели ее использовать. Ну и второе, чем вам надо было бы обеспокоиться, это правами на использование. Конечно, учебными изданиями, особенно если это какие-то издания не особо популярные, не имеющие миллионной аудитории, правообладатели изображений редко интересуются, редко предъявляют какие-то права, тем более заводят какие-то дела. Но, тем не менее, такая возможность всегда остается. Поэтому лучше используйте произведения, либо находящиеся в общественном достоянии, либо те, которые распространяются под открытой лицензией Creative Commons. Google позволяет искать такие произведения с правами на издание, с лицензией на использование. В этом случае вы, как правило, можете использовать найденные иллюстрации совершенно бесплатно, но появляется требование в соответствии с открытой лицензией и указать автора данной иллюстрации, либо сразу под иллюстрацией, либо где-то в выходных данных издания, либо где-то, либо в конце главы, где-то указать автора этого произведения. Верстка. Как я уже говорил, состоит из трех. больших этапов создания электронного издания – это корректура, редактура и верстка. Так вот, верстка – это тот этап, который всегда производится издательством. Верстка – это, собственно, придание того геометрического вида вашему тексту, который позволит этот текст хорошо читать, без напряжения глаз, который включает всякие дополнительные элементы издания на начальных страницах. То есть, другими словами, это придание конечного вида вашему издания. Электронная издательская деятельность – это такая же деятельность издательская, как и любая другая, поэтому все атрибуты обычного издания мы включаем. В частности, полностью правильно, с издательской точки зрения, оформляем выходные данные книги. На нее потом можно ссылаться, как на обычную книгу. В частности, мы оформляем классификационные индексы УДК, ББК, индекс АСБН, индекс ДОИ можем присвоить, знак защиты авторского права, выходные данные и так далее. Примерно так это выглядит, как на обычной нормальной книге. Мы присваиваем каждой книге индекс АСБН. АСБН – это международный стандартный номер книги. По этому индексу можно найти книгу, он уникальный всегда. Его можно, в любой части земного шара, можно найти эту книгу по АСБН, всегда быть уверенным, что это уникальный номер, который есть только у вашей книги. Система АСБН действует во всем мире. Это огромная база данных обо всех книгах, которые издаются в любой стране. В каждой стране есть уполномоченный орган, он один на каждую страну, который раздает АСБН книгам. В нашей стране это книжная палата. Вот эти вот индексы АСБН, ББК и УДК присваивают издательство, которое специально поднимает меры, чтобы эти индексы у нее были, они были уникальными. Для этого она закупает эти индексы у книжной палаты или у полномоченных компаний. Согласно правилам книжной палаты нашей российской, отдельные номера АСБН присваиваются каждому электронному изданию того же документа в разных электронных форматах. То есть, если у вас есть PDF-версия, есть HTML-версия, еще какая-то версия, то каждый из них может иметь... То есть, они не могут иметь одного АСБН. Может случиться, что у какого-то формата ему не будет присвоен АСБН, но вот то, что они не должны быть одинаковыми, это точно. Либо к каждому из них присваивается свой разный индекс. Разным версиям программных продуктов, актуальным версиям программных продуктов и версиям с существующими изменениями, отдельные изданные сопроводительные документации. Если это многотомные издания, то отдельный индекс присваивается... Ой, прошу прощения. Да, вот так. Отдельный индекс присваивается каждому тому и отдельный индекс всему многотомному изданию. Индексы УДК и ББК это, согласно нашему ГОСТу, является обязательными элементами выходных сведений нашего издания. УДК это универсальная десятичная классификация, это система классификации информации. Ее используют для систематизации произведений науки, литературы, искусства. по индексу УДК можно определить, даже не читая книгу, можно определить, к какому виду литературы она относится. ББК это система библиотечной классификации, которая помогает библиотекам распределять книги по каталогам. более подробно говорить не буду. Хочу только сказать, что ББК это такой индекс, где каждая следующая цифра уточняет предыдущую. То есть, первые цифры большую область знания определяют, а дальнейшие уточнения это дают представление о том, так, господи, что-то у меня куда-то уходит все время презентация. Так, я смотрю, тут какие-то вопросы появляются в вопросах. Может ли быть подготовлена только электронная книга? Да, именно об этом мы и говорим. Чаще всего это так. Бумажная книга только в том случае, если она необходима и в том количестве, которое она необходима. Различается ли статус электронной и бумажной книги или они имеют равный статус? Они имеют по сути дела равный статус, но кроме самого факта, что одна книга электронная, другая книга бумажная. То есть, электронное издание имеет немного другое оформление с точки зрения, когда вы на него ссылаетесь. А так-то это совершенно то есть, с точки зрения ссылаемости, это абсолютно одно и то же, что электронное издание, что неэлектронное. Также присваивается книге авторский знак. Это вот такой вот значок. Да, конечно, пишите. Я постараюсь ответить в меру своих знаний. авторский знак. Вот такой вот значок, который тоже ставится и на обычную книгу, и в электронную книгу. Тоже ставится. Ставится знак копирайта, на нем указывается принадлежность исключительных прав. Копирайт может принадлежать автору, может принадлежать издательство, ну и некоторые другие варианты тоже возможно. В данном случае, как правило, будет два копирайта. Ваш, как автор, и издательство. Как я уже сказал, выходные данные, они оформляются на титульной странице, на последней странице издания. Ну, разумеется, в электронном издании понятие титульной страницы, последней страницы, они тоже такие виртуальные, да, но, тем не менее, мы говорим о том, что мы издаем в основном такие издания, которые соответствуют бумажным, то есть в формате PDF, поэтому у нас есть и главная страница, и последняя страница, все как в бумажном издании. Вот именно на них размещаются выходные данные, вот все эти ISBN, ODK, BBK, знаки копирайта, библиографическое описание, аннотации и так далее. Ну, а на последней странице представляется дополнительная информация об авторах исполнительных издания, выходные типографские характеристики, если это бумажная книга, информация об издательстве и о типографии, опять же, в том случае, если это бумажная книга. Библиографическая запись строится на электронную книгу, выполняется по ГОСТу 2013 года, вот таком это. Но вообще есть три ГОСТа, которые этим управляют, и в соответствии с ними мы и работаем. Вот примерно так выглядят электронные ресурсы, которые мы описываем. Еще будет по этому поводу еще один слайд в конце, я расскажу чуть-чуть подробнее. Хотя библиографы постоянно спорят, как надо на самом деле размещать ссылки на электронные издания. Там есть некоторые противоречия в этих ГОСТах, которые управляют всем этим. еще раз по поводу форматов. Наш базовый формат это PDF. О его преимуществах и почему мы его используем я уже рассказал. Текст также может конвертироваться в другие форматы популярные EPUB, FB2, MOBI. Научная книга в основном используется электронный формат PDF, что касается рынка популярных электронных книг, то все больше используются форматы EPUB, но иногда формат FB2 как самый простой. Обложка. Макет обложки разрабатывается издательством. Если это электронная книга, это не значит, что обложка не имеет значения. Обложка очень важна. именно по вашей обложке. Обложка это первое, что те, кто могут прочесть вашу книгу, увидят в электронной библиотеке. То есть тот момент, когда они будут производить либо поиск, либо подбор по каталогам, первое, что они увидят, это обложку и рядом с ним какой-то текст. текст они прочитают позже, а вот первое, на что наткнется их глаз, это обложка. Примерно так же, как вы, когда ходите в книжном магазине, вы сначала наталкиваетесь глазами на какие-то цветовые пятна и только после этого читаете текст. Поэтому обложка, если она отталкивающая или она совершенно невзрачная, то она может провести к обратному эффекту, то, что человек не захочет читать то, что там рядом, даже несколько предложений может быть, пойдет дальше. Особенно если рядом располагаются книги с какой-то красочной хорошей обложкой. Поэтому подбор изображения для обложки, вообще выполнение обложки, это такая задача для издательства, чтобы сделать вашу книгу нормально потребляемой. И от обложки это зависит в достаточно большом, большой уровень поддержки, он связан с исполнением именно вот этого элемента. Поэтому для каждой книги мы стараемся сделать красочную обложку, чтобы она соответствовала уровню. несколько слов об аннотации. Аннотация вот это вот такой элемент издания, это тоже часть выходных данных, которая делается совместно издательством и автором. С одной стороны, только автор может написать правильную аннотацию, потому что именно он носитель знаний по этой книге, в том смысле, в котором это требуется для написания аннотации. С другой стороны, написание аннотации это такой особый труд, редакторский труд, который требует умения очень лаконично формулировать свои мысли. Именно поэтому аннотация сначала составляется автором, но потом по ней происходит такая совместная с редактором работа. Где мы размещаем наши книги? Прежде всего, размещаем наши книги в наших электронных библиотечных системах и электронных библиотеках, таких как университетская библиотека онлайн. Раньше размещали еще в книгофонде, который тоже принадлежит компании Директ Медиа, но сейчас мы ЭБС книгофонд выводим из употребления, переходим только на ЭБС университетская библиотека онлайн, и больше не будем там размещать новые книги на бизнес-портале, в школьной библиотеке, в интернет-магазине, возможно, также в другой нашей электронной библиотеке, которая называется Библиотека Non-Fiction, которая предназначена для публичных библиотек. Во всех наших продуктах мы пытаемся разместить эту электронную книгу, которую мы производим. Собственно, выбор этих платформ также остается за автором. Если, например, автор не хочет, чтобы книга появилась в интернет-магазине, он может указать, либо наоборот, сделать ударение на именно этом размещении, если вы заинтересованы в продажах книги в интернет-магазине, а не в электронных библиотеках, где совершенно разные экономические модели распространения. Дополнительно осуществляется дистрибуция через наших партнеров. Размещение книг осуществляется бесплатно. Собственно, это и есть размещение книг в этих источниках, это и есть в этих библиотеках, это и есть конечная цель нашего с вами сотрудничества. Каждый автор может самостоятельно контролировать статистику в своем личном кабинете в университетской библиотеке онлайн, например. Заходите в личный кабинет и сразу видите, сколько людей, какие ваши книжки читало и какие страницы даже. Я, с вашего позволения, на вопросы тогда уже отвечу в конце, уже осталось не так много слайдов. Обращаю ваше внимание, что нами принимаются серьезные меры для того, чтобы ваша книга не просто легла в нашу электронную библиотеку, но чтобы улучшить ее ссылаемость на нее. В у нас в ВБС приняты такие меры, которые улучшают то, что я называю ссылочный метаболизм или информационный метаболизм. То есть скорость реакции меры ваше метаболизм Но, надеюсь, сейчас народ снова подтянется. Так вот, нами на уровне функционала и интерфейса ЭБС создаются условия для того, чтобы вот этот вот ссылочный метаболизм, он был бы как можно выше. В частности, у нас аннотации, список литературы и библиографическая ссылка на издание, она вот прямо по щелчку с экрана предпросмотра книги воспроизводится. Ее можно копипейстом забрать и таким образом сформулировать ссылку на эту книгу в том труде, который ваш читатель в настоящий момент готовит. Если это студент, это, наверное, какой-то реферат, ВКР, эссе и так далее. Если это аспирант, это может быть уже какая-то научная работа, в которой ему надо на вас, например, сослаться. Обращаю ваше внимание, что часто вот эти вот молодые ученые, да и немолодые тоже, в общем, для них вот эта техническая работа по составлению списка литературы, она достаточно неприятна. Поэтому, если он где-то может найти готовую ссылку, которую копипейстом может принести к себе, это повышает вероятность того, что на эту работу сошлются, в конце концов. Вот такие мы меры принимаем для того, чтобы на вас больше бы ссылались. В среднем издание электронной книги требуется один месяц, может быть, немножко варьируются эти сроки. Но в любом случае это гораздо меньше, чем сроки издания бумажной книги, которая может занять где-то до полугода. О том, что книга издана, необходимо как можно быстрее известить ее потенциальных читателей. Ну, мы прежде всего делаем это тем, что размещаем вашу книгу в наших продуктах, в наших электронных библиотеках. И все новинки сразу появляются у ваших потенциальных читателей. Некоторое время они находятся на первых местах в каталоге, так, чтобы сразу были доступны. В... Продвижение входят также такие услуги, как по оптимизации метаданных книги, профессиональное написание аннотаций, написание размещения пресс-релизов на сайте и так далее. Кроме того, мы рассылаем прайс нашего издательства в крупные вузы и библиотеки страны. Ну, также хотел бы отметить, что продвижение книги – это улица с двусторонним движением. И, конечно, когда автор сам тоже занимается продвижением своих книг, хотя бы в своей вузовской аудитории студентов, ну, а лучше, когда и более широко, то это хорошо и это сильно сказывается на популярности вашего издания внутри электронной библиотеки. При необходимости автору выдается вот такой вот сертификат, который подтверждает его авторство. Насколько я знаю, преподавателям такой сертификат часто бывает нужен. Прошу прощения, что-то сегодня сервер постоянно выбрасывает меня из вебинара. Технические проблемы не дают нормально провести вебинар. Но будем стараться оставаться, тем не менее, в конве нашего вебинара. Так вот, этот сертификат при необходимости может быть получен. Сообщите об этом редакторам, с которыми вы работаете, и после выхода издания такой сертификат вы получите, если вы автор. Вы можете попросить 16 обязательных экземпляров книги в бумажном виде. Делается это дополнительная услуга, осуществляется за счет автора. Рассылается в книжную палату. Присланные книги потом распределяются по национальным библиотекам-получателям, кроме последнего 16-го экземпляра, который остается в книжной палате. Мы рассылаем информацию о издании в РИНС, в индекс цитирования, в лайбраре. Как только ваша книга будет издана, за определенный период, как правило, если не изменяет память, за месяц, вся информация раз в месяц направляется нами в РИНС. Ну и там тоже после определенного периода, как правило, это 1-3 месяца в самом уже РИНСе, срок включения их в собственный индекс, и они появляются там. Это еще один ответ на вопрос, является ли электронная книга полноценным изданием. Да, она является, и вот включение ее в РИНС, это один из тех фактов, которые подтверждают ее статус. Как я уже говорил, при необходимости можно напечатать любое количество экземпляров в книге. Ну, если это электронная книга, как правило, речь идет о малом количестве экземпляров, поэтому применяется в основном технология print-on-demand, то есть технология цифровой печати, небольшого количества экземпляров. В настоящее время стоимость печати книг по этой технологии стала вполне разумной и приближается уже к стоимости книги в тираже, ну, по крайней мере, в малотиражном исполнении. Вот поэтому, если вам это необходимо, заполняйте такой бланк, и можете сколько угодно экземпляров получить на руки. Стандарты, о которых я говорил, по которым делаются электронные издания, это стандарт 2013 года, 2008 года и самый старый стандарт 2001 года, библиографическая запись. Вот так выглядят записи, библиографические записи книг в нашей электронной библиотеке. Вот красным отмечены те изменения, которые исходят как раз из электронной сущности этих изданий. Я знаю, некоторые библиографы спорят с правильностью вот этой записи, но, честно говоря, к одному мнению мы так и не пришли, как эту запись строить. Вот разные библиографы, к сожалению, по-разному это трактуют. Но вот в нашей библиотеке это так. Что мы хотим видеть в электронном виде? Ну, прежде всего, это учебники, учебные пособия, монографии, переиздания книг, которые выходили в бумажном виде, сборники статей и трудов, опубликованных в научных журналах, сборниках конференций, сборники конференций, тематические сборники и так далее. Чтобы точно выяснить статус вашего издания, обращайтесь к Юлии Барабанщиковой, чей адрес я привел. И дальше будет уже предметный разговор конкретно относительно того, что вы хотите издать. Вот, собственно, и все. Я видел, что в вопросах были заданы какие-то вопросы. Сейчас еще раз посмотрю. Допустим, ваше издание издало монографию и учебные пособия. Вы размещаете эти книги в РИНС? Да, уже ответил. Да, размещаем в РИНС. Обязательно. Какие еще вопросы, коллеги? Ну что ж, пока вы готовите свои вопросы, я постараюсь прямо в режиме реального времени изготовить сертификаты. Если у меня получится только. Нет, наверное, прямо сейчас не получится. Давайте так, в течение 3-4 минут, мы закончим наш вебинар, я размещу в чате ссылку на... А, собственно, ссылка вот она. Ссылка останется прежним. Прежний, а в течение нескольких минут появятся сертификаты. Ссылка вот такая вот. Я ее сейчас просто повторю. Да, спасибо за пожелание здоровья. Что-то сегодня осенняя погода подействовала немножко. Ну, надеюсь, до ближайших вебинаров дойду уже в нормальном состоянии. Коллеги, спасибо вам всем за то, что приняли участие в вебинаре. Заходите еще. Каждый день Директ Академия проводит свои вебинары. Приглашаем лучших экспертов. Приходите, будет интересно. Приходите, будет интересно. Приходите, будет интересно. Продолжение следует...